всем привет разрушители клавиатуры мышек в данном видео я вас познакомлю с шестью плазморанами которые на мой взгляд отлично помогут вам освоить данный вид оружия ну и не будем затягивать поехали итак первая карта бардак лол очень известный очень крутой маппер всем советую с его картами ознакомиться некоторым он возможно будет известен по цп ма картам которых он сделал по моему пару штук ну и в общем то давайте начнем говорить что это плазморан я естественно не буду потому что ролик собственно этому посвящен дается нам есть буквально на несколько секунд и да я буду читерить чтобы не запинаться на некоторых пусках карты потому что далее будут карты весьма весьма сложные эта карта с очень простой структурой для отработки в принципе каких-то начальных углов для того как понимать как плазмить как это работает очень хорошо подходит спойлерить какие-то роуты говорить куда надо сюда надо я естественно не буду кому она понравится внешне ну либо просто уже кто-то может быть видит как это все надо делать просто скачиваем опять же и сами проходим собственно патроны вам всегда дают ну что бардак молодец всегда дают нам патроны и никогда у нас плазма не кончится ну и вот это вот собственно финиш чипсар и ней вот многие могут видеть такая вот простая карта но это только начало переходим следующая карта у нас авп франкул плазма также существует рок версия там по моему и плазма и рокет используются есть просто рокет появляемся мы в какой-то из тех комнат в общем то это сейчас не важно вываливаемся в двери нам дают хейст дают бс дают много-много плазмы и тем более что ее здесь можно бесконечно еще и получать суть этой карты в том что здесь у нас так называемый нон-стоп климбинг то есть абсолютно не отжимая клавишу стрельбы мы всю карту эту пролетаем выставляя надежные хорошие проверенные углы сложность карты не в том чтобы ее пройти а именно в том чтобы набирать максимальную максимальное количество скорости на определенных промежутках карты видим мы что у нас есть такие вот полукруглые текстуры есть и косяк по текстурам но эта карта старая мы простим я думаю макеру в этот раз хотя у макера не так много карт может быть ему даже не хватает просто опыта такая же полукруглая структура все нормально здесь у нас слик и уже финиш то есть карта достаточно простая и суть именно в том чтобы выставлять хорошие четкие углы в общем то попробуйте сравнивайте свои таймы с онлайном либо вообще просто в онлайне играйте и пойдем дальше и вот первые трудности карта роба г карта от ника кто может быть видел помнит знает эта карта плана одном из варкапов на dfcom появляемся мы в такой небольшой комнате нам ник дает плазму дает батлсю и или порт как ни странно заходим в телепорт и собственно сразу видим что будет точно не совсем просто карта сама по себе не самое сложное но вся суть здесь именно в структуре никто воссоздал что-то типа муравейника где вам нужно будет где где вы не сможете абсолютно нигде срезать при этом всю карту от бежите то есть мы на старте сразу заметили что нам куда-то вот туда по итогу и сожалению никак до сюда доплазмите допустим по центру нельзя если только проходить участки которые ник нам нарисовал давайте ее немножко пролетим именно в цпм тут достаточно все технично проходится если кто-то умеет еще плазму пустыдил так это вообще определенная карта для вас для выку 3 она также отлично подходит на ней поиграли и шиво и декс эту комнатку то есть видимо что несколько у нас вариантов и такая туннельная карта почему бы собственный не поиграть ее на самом деле она очень интересно на ней полу в цпм держит мировой рекорд фпс овчаркин то может быть его слышал знает поэтому все уже знали также у него есть слову мувик который для него сделал энди с ним вы тоже можете ознакомиться но честно говоря не помню как он называется вот мы уже почти у финальной части проходим уже к финишу вот этого центрального туннеля который мы к сожалению никак не сможем срезать цпм здесь сразу бросаются на идет ящики в глаза на которых можно сделать даблджамп и залезаем наверх так давайте здесь пушком пройдемся здесь будет быстрее немножечко стрейфа хотя это вот не факт что стрейф тут можно и с плазмой все там с гб все это проходить так падаем и вот это у нас финиш такая вот карта в цпм по моему там около 30 40 секунд рекорды в икутри примерно так же пробуйте играйте карта очень интересная и как раз для освоения плазму четвертая карта в нашем списке ggm 23 плазма кто-то может быть они уже знают кто-то возможно нет я вкратце сейчас расскажу есть целиковая карта ggm 23 тф она состоит из 9 телепортов как мы видим и делится на три куска стрейф часть плазма часть и рокет часть так как это карта с плазмой какой телепорт не зайдем и все равно попадем в плазму так что давайте зайдем допустим в этот и появимся в комнате с плазмой что неудивительно собственно это же ролик по плазме появляемся мы без батл сьюита но об осторожным быть можно и не быть потому что здесь постоянно кулдаун миги есть даже если вы будете страдать фигней и ну себя убить в общем то здесь еще постараться надо давайте в общем то посмотрим залезаем мы сюда да ну очевидно что нигде мы не срежем везде у нас стоят преграды и нам нужно будет плазмить строго по намеченному маппером пути структура весьма и весьма нелегкая и новичкам будет ее очень сложно пройти потому что здесь уже требуется не некоторые навыки но если вы новичок и достаточно пытливый новичок и вас сидит ярый дефраер в крови вашей засел прямо вот не дает вам покоя конечно же можете ее поиграть показывать чоково конечно же не буду просто немножко пролетаем к слову она пройдена по могут за 19 секунд хотя может быть кажется что это не так просто но на деле так и есть в общем то здесь у нас финиш и все выходим в телепорт и оказывается на старте мы можно зайти в этот телепорт и появляемся собственно там же вот такая карта очень будет полезна для плазмы так что играйте пробуйте и дерзайте трудности продолжаются карта принц квейк автор вебас все абсолютно карту у него очень крутые рекомендую прямо вот все поиграть посмотреть если не пройти то хотя бы просто глянуть и осознать ой легендарности был этот маппер если у нас тут небольшие эмбиент звуки типа скримеров до дизайн очень крутой но мы рассматриваем именно геймплей а геймплей здесь очень структурированный очень динамичный чтобы кудри что в цпм карта абсолютно играбельно всем прямо советую на ней если хотя бы не пройти то побегать можно встретить достаточно много триксов здесь в плане именно климбинга разделена она в принципе по комнатам первая комната у нас качается там такая смежная так скажем комната где нам нужно будет по кнопкам открывать двери я скорее всего сейчас не успею неважно и вот эта комната представляет собой на мой взгляд небольшую головоломку потому что здесь все не так просто как ее пройти вы я думаю разберетесь сами падики везде есть все в принципе путь и указан куда плазмить ну я его так немножко уже спойлер ну конечно дают а постоянно патроны в с у нас бесконечный по плазме можно не беспокоиться сама карта по моему очень нравится энтеру можно для кого-то послужит это толчком чтобы ее пройти и где мы открываем кнопками двери в этом можно даже сказать суть и вот финальная комната здесь тоже приложив некоторые усилия мы попадаем вот сюда как попасть вы тоже разберетесь сами потому что вы у меня молодцы и пересекаем линию финиша диктор нам говорит импрессив и собственно так действительно впечатляет если вы прошли эту карту так что играйте пробуйте и старайтесь лучше ну и конечно же куда без пг ультимейт карта вес пг ультимейт очень древняя очень старая рекомендую всем как новичкам так и отцам дефрага отцам дефрага тоже бывает порой здесь непросто и давайте на ней по ней пролетимся посмотрим что она себя представляет и представляет она из себя многоцветную комнатную карту которая позволит вам очень хорошо точить навык стрельбы с плазмы говорят что если ты что-то не можешь пройти какую-то плазму частью какой-то карты иди на пг ультимейт мне постоянно говорил по крайней мере жан что когда я фейлил какие-то плазма раны он мне говорил иди пг ультимейт играй иди пг ультимейт играй иди играй иди играй иди играй видим и да что структура не самая простая нужно будет некоторыми навыками владеть что-то возможно здесь и получить некоторого опыт но это неизбежно получить здесь опыт здесь тоже своя приколюшка в плане низкого потолка потому что нужно плазмить высоко если вы ударитесь то потеряете высоту и до сюда уже не доберетесь но цпм здесь конечно же изи можно просто оттолкнуться и сюда контролем залететь далее у нас вот здесь тоже очень забавный момент особенно в кутри нужно скимить этот угол прижиматься обратно к стене и плазмить наверх на вот этот пат это тоже такой достаточно техничный момент я помню что когда-то давным-давно наверное года лет пять назад я эту карту я вот эту вот именно часть минут 15 по моему проходил не мог пройти но я думаю у вас все получится вы же у меня уже достаточно опытные все умеете здесь у нас начинаются части с поздно жампами очень необычная смена сторон трехкратная да получается четырех еще и доплазмить потом сюда нужно будет грядом это нужно делать не теряя высоты здесь тоже мы плазмим доверху плазма жампы плазма жампы пропасти в стенах это весьма обычное дело почему и черная комната если вы до нее доберетесь вы большой большой молодец но если вы пройдете еще и черную комнату а черная комната это уже поистине от для плазмы то прям вот можно вам смело жать руку и говоришь что да я да на плазме да я вообще там тебя проходил до белая пг ультимейта вы че ну и вот и вот белая комната к слову началась самая длинная на пг ультимейт сама сама карта пг ультимейт имеет несколько частей в том смысле что она серийная если так можно назвать есть пг ультимейт 1 на которой вот мы сейчас она считается самой простой есть пг ультимейт 2 пг ультимейт 3 и по-моему даже пг ультимейт 4 есть какая-то пг бонус можете все их тоже изучить я их все показывать уже не буду потому что это пг ультимейты по крайней мере там в основном одно и то же различается сложностью в некоторых дистанциях и вот это у нас последняя комната здесь очень тяжело нужно плазмить 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 и вот эту финишный патт для которого если вы доберетесь я уверен вы с облегчения выдохните ну и это у нас последняя карта в нашем списке так что дерзайте играйте старайтесь лучше на этом все надеюсь данное видео было для вас полезным оставляйте фидбэк в комментариях предлагайте на какие видео сделать еще подобные обозревательные ролики и и увидимся с вами в следующем видео про рокетраны старайтесь лучше